Половину производимого в России хмеля выращивают в Чувашии, но если в советский период его площади занимали 6 тысяч гектаров, то сейчас в 15 раз меньше. В республике в последнее время стараются увеличить объемы производства этой культуры. Одновременно в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Чувашской республики занимается выведением новых сортов. В текущем году плантации хмеля в Цивильском районе должны занять около 15 гектаров. Здесь в среднем с каждого гектара собирают по 5-7 центнеров сухих плодов. По качеству сырье не хуже, чем в Чехии или Германии, при этом экологически чище. Половину производимого в России хмеля выращивают в Чувашии в четырех районах – в Урнарском, Урмарском, Ядринском и Цивильском. Хмель – это культура тудоемкая, но очень интересная, требует очень много ручного труда. Если вложить душу, всю душу в хмель, тогда отдача будет соответствующая, соответственно с хорошим урожаем. Основная задача научно-исследовательского института – выведение новых сортов. По словам сотрудников, выращивать хмель в наших краях очень удобно, так как из-за морозов зимой гибнут вредные насекомые и возбудители болезней. Но начать первые шаги в хмелеводстве непросто. Первоначальные вложения слишком велики. Необходимо приобрести не только посадочный материал, но и шпалеры для растений и многое другое. Почти как у виноградарей. При этом первый урожай можно получить только через четыре года. И терпения хватает не у всех. Тем не менее, у хмелеводства хорошие перспективы. В большинстве своем, вы знаете, хмель требуется для производства пива. Но на этом его потребность не ограничивается. Используется очень в большом количестве отраслей. И в медицине, и в пищевой промышленности, и в лакокрасочной даже промышленности, и в фармации. То есть вариантов применения нереально много. На сегодня данная культура уже посажена на площади 55 гектаров. Ульяна Пятакова, Александр Атяков, Республика.